Доброго дня, Игнатий Тихонович. Доброго. Рад Вас слышать. Вот, вижу, только наполовину Вас. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Воистину Воскресе, Христос, да, из мертвых. А, Игнатий Тихонович, как Вы поживаете? Вроде бы по видео так ничего хорошо, да? Мы не поживаем, а живем по-христиански. Нет. Да, дай Бог. Вот. А я Вам помните, вот я Вам в чате, вернее, через сообщение пишу, что как бы хочу познакомиться же с Вами. Вот, что вот, да, роман с роликом, с роликом, вернее, по паспорту. Вот. Да, я вот хотел бы попроситься к Вам на Крещение приехать, если получится, конечно, как Богу главу будет. Вот. Подготовиться к Крещению. И у меня вопрос, вот по поводу бороды. Вот я не помню, Вы отвечали, если, вот, извините, что если еще раз спрашиваю, вот, если выдрали клок бороды, то есть это считается как порченая борода, или это... Что порченая, но Твоей вины-то нет никакой. Это не считается, что половина обрет. Поэтому не оглашенный, да? Нет. Это никакой роли не играет. То есть не оглашенный, никак оглашенный, да? Нет. Понятно. Ну, это если Крещеная. А если не Крещеная, то понятно, что есть борода хоть нет, а оглашенный больше не будет. Препятствий никаких нету, потому что пострадавшие, это не обритые. Вот я был в заключении, там насильно брили. И когда я вернулся, то я в храм не ходил, пока борода не отросла. Я вам отправил в сообщениях фотографии паспорта своего и фотографии, что я в Северном Посаде нахожусь. Вот. Вот. Что-то еще нужно, чтобы... Вот. Для удостоверения меня. Вы находитесь в Москве? В Северном Посаде. Да, бываю в Москве. Бываю в Москве. Вам ехать-то не нужно. Вы сходите, вот где храм Христа Спасителя. Кирилл Сахаров. Метров 250. Метров 250 на этой стороне канала. Там храм на Берсеневке. Отец Кирилл Сахаров. Московский патриархат. Он крестит, полное погружение. Да. Я с ним разговаривал. Я сказал про вас, что я вот знаком с вами. Ну, как бы, зал вот так вот через интернет. И по поводу получился разговор. Ну, на тот момент для меня это было, как бы, интересно вопрос. И я завел разговор насчет войны, то, что для христиан неприемлемо воевать, военные действия устраивать, вот, и поддерживать. Но он, конечно, не согласился на этот счет. Вот, вот, получилось так вот, немножко заминка у нас в отношениях-то. Вот, попробую еще раз. Вы к нему сходите. Вам не надо ехать сюда. Да. Вот тем более в Москве. Вы знаете где. У него там, которые приезжали люди, все получили крещение. В прошлом году несколько человек. Хорошо. Спасибо. Там-то рядом. Я его хорошо знаю. Я у него много раз бывал. Это настоящий священник. Он ведет все по Дониконовским книгам. По старом. Я присутствовал на богослужениях, да. Они одевают у мужчины холщовые рубашки. Ну, после богослужения снимают. И опять в современной такой джинсовой одежде. Интересные преображения такие получаются, конечно. Ну, как там преображения? Ну, они на богослужениях, они в холщовых, подпоясанные. А тут раз снимают и опять уже беспоясанные. Распоясанные не должны быть. А что рубашка одна церковная, другая дома, она рабочая, другая у него. Это ничего нет. Но пояс должен быть всегда. Пояс, то есть такой ремень на джинсах. Не на джинсах, поверх рубахи. Нет, такого нет. Вот я заметил. Ну, может быть, это единичный случай был. Но, как бы, заметил, что у меня глаза врезалось. Важно. Вы, что, почему у вас так оно дергается, вот это изображение? Вы где? А, это у меня в руке. Я через телефон, потому что я в руке держу. И поэтому вот я шевелю немножко руку, а то шевелится. Как-то установить их, чтобы смотреть. Вот это что за звуки такие? Это уличные звуки. Я нахожусь рядом с улицей. Это вот кафе. Как бы я в притворье кафе, так скажем. Ну ладно, сейчас прервется. Похоже, прервется сейчас у нас разговор. Потому что какие-то помехи пошли. Вот мой совет вам сходить к отцу Кириллу. Сходите раз, другой на богослужение. Он вас поближе узнает. Да, хорошо. Он настоящий священник. Да. Он меня выслушал и после разговора сказал, да, скорее всего, надо вас крестить заново. То есть крестить полностью. Да, полностью. Вы пощаще там бываете. Поближе познакомьтесь. У него настоящая община. Не приход, а община. У него вы были, когда пойдете там в столовой, там можно деньги положить, чтобы пообедали. И увидите, как у него везде надписи священного писания. На нашем видеоканале тут много роликов есть, где мы с ним там. Где я у них в храме говорю слово Божие. Как в столовой там он предоставляет слово. Как он у нас в лагере был. Он очень талантливый. Он член Союза Писателей Российской Федерации. Спасибо. А вот вы что-то слышали про Абрамцева под Москвой? Которая ближняя Абрамцева. Не знаю. Не знаю, не слышал. Понятно. Вы подготавливаетесь к нему. И не один раз Путин, чтобы он вас видел на богослужении. И потом еще подойдете летом, где-то в июле месяце, когда уже теплая вода будет. И он вас там ездит. Вам ездят и сюда не надо ехать. Спасибо, Господи. Да, у нас приезжают люди, когда мы узнаем, что там никак нельзя. В прошлом году были там Петрозаводска и другого города где-то. Мы им советовали. Они говорят, мы собираемся на Афон. И на Афоне их прямо в море кресили монахи. Всем монастыцам вышли. Торжественно так было. Вот это мочение, которое патриархии. А Афон совершенно не признает. Люди были обмануты. Это не мы так. И воины Яценевских. Он совершенно не признавал это. Это какое крещение-то? Крещение означает погружение. Это лиходеи. Все это испортили. А католичные попы. Они с Украины, как правило. Они сами некрещеные. Еще он будет ратовать. Он сам некрещеный должен крещение принять. Раньше 30 лет рукоположены. Ну и поэтому он безобразничает там. Как настоящий разбойник. А еще вопрос тоже по поводу города. Как бы священникам нельзя брить города по правилам церкви? А почему священнику? Никому нельзя это? Я имею ввиду, что у нас говорят, ну как бы, что стоглавый собор, как мы говорили, да, установил. А как бы вселенские нет, только что подместные, да? А что устанавливать, когда Библия об этом говорит? Соборы-то все это только толкование дают. Мы знаем, над слугами Давида, там сделали эту экзекуцию, полбородой обрели. Ну и что? Он их не запустил в город Иерусалим. Пока они артасут бороду, в Верихоне сидели. Тут ни на каких заборах не надо. Да, да, да. Понятно. Ну это просто, для как дополнительного я хотел. Ну я лично, к бритому священнику я не пойду. Это большой... Да, я тоже так стараюсь. Если он мирской такой, еще мне говорят, только одежу надел на себя, то он на священника не похож. Посмотри на святые изображения на его. Какой священник? Кто? Сергей Радонский с бородой, Сергей Саровский с бородой, Иоанн Кроштадский с бородой, Игнатий Бричинов с бородой, Иоанн Затворник с бородой. Что говорится? Ни одного нет без бородого. Это все католическая зараза пришла сюда. Я встретил в Троицкой сергию Лаври. Ну, и инок, я не знаю точно, монах, инок. Но не священник. Даже боюсь как бы его выдавать, потому что действительно может что-то ему быть. Хотя он такой веселый, вроде бы... И разговор у него такой, о том, что действительно... Ну, похоже, что вы говорите о обличении священства своего. И даже своих живутых начальников Лавриевских. То, что они поощряют эти вот мирские вхождения в духовную жизнь. О размещении этого. Вот у Осипов. Восемьдесят лет почти. Бреется и в галстуке. Масонский галстук. Он масон, самый настоящий. Да я даже не сомневаюсь. В советское время быть профессором в академии, когда близко не подпускали нас туда. Это надо абсолютно все забыть, каким ты должен быть. Властям угождать. Вот. Ладно, спаси Господь вас. И не смей вас больше задерживать. Да ничего задерживать. Я вам подсказываю, как есть. Когда разговор такой случается, это вы знаете, что у нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. У нас против. Очень рад. Вы вот сходите к отцу Кириллу. Вот. Примерно хотя бы недели эти две, чтобы... И мне потом сообщите, как будет разговор. Ему поклон передайте. Он у нас здесь глупоучащийся. Срослые были здесь. Это очень хороший батюшка. Настоящий. Спасибо Господь вас. Слава Христу. Все тогда. До свидания. До свидания. Слава Христу.